Вроде бы со всеми механизмами эволюции не разобрались. Осталось несколько вопросов нерассмотренных. Что же все-таки в естественных условиях происходит с вот этими рецидными хвостами? Помните, что такое рецидный хвост в популяционном аллеле? Да. Низкая вот те аллели, которые реже всего встречаются. Популяция, как правило, что они к себе несут? Отрицательные. Да, какие-нибудь достаточно ярко отрицательные значения, которые, как правило, сопряжены с большим неприятностью для представителя этого вида. Но теперь посмотрим. Кстати, а ни у кого из вас нет идей? Как же естественные процессы, без всякого участия человека, без всяких генной инженерии могут избавлять популяции живых существ от вот этих отрицательных, рецидных альбом. Естественно, отбор здесь бессилен. Массовое умирание. Да, массовое умирание. На самом деле метод один. Катастрофа. Геноцид. Геноцид называется немножко другого. Катастрофа. Давайте посмотрим, как будет катастрофа влиять на ситуацию, популяцию какого-нибудь биологического вида. Построим графику. На этой оси будем откладывать численность вида. А это у нас просто в оси времени. Какую-нибудь крупную территорию. Вы считали там, я не знаю, всех воробьев, всех галок, всех кузнечиков, всю землянику. Не важно. Ну и каждый год эти эксперименты повторяются. Как по вашему изводу в год, мы будем получить четко одно и то же число или нет? Нет. То есть у нас на самом деле будет наблюдаться колебание численности данного вида. Какой-то был побольше, какой-то был поменьше, потом опять побольше, потом опять поменьше. Но эти данные вполне можно усреднить. Здесь очевидно, вокруг какой величины происходит колебание. Понятно? Если мы усредим, как будет выглядеть такой грех? Ну, примерно. Да, ну, примерно вот такая прямая. Примерно вот так вот пойдет прямая. А вот в этот момент происходит к астропам. Бесной пожар, цунами, землетрясение, гигемия, не важно, что. Важно, что событие, которое приводит к массовому вымиранию представителей данного вида. Допустим, популяция насчитывала до катастрофа 10 тысяч особей. В ситуации до катастрофа выживут всего 50. 50 особей. То есть на самом деле из каждой тысячи сколько выживут? Всего 5 из 1000. Вы понимаете, что это гигантский процент гибели? Не просто большой, а гигантский. Популяция почти... 1 из 200. 1 из 200. То есть когда 50. Пол процента. На графике, как это изобразить? А вот как изобразить. Численность буквально моментально падает в 200 раз. Почти до нуля. Хорошо, но 50-то осталось? Теперь построку выживайте. В какое положение попадают вот эти выжившие деревья? Скажите, что с уровнем внутри льдовой конкуренции? Уменьшился. А он немножко уменьшился? Сильно уменьшился. Ну, мягко говоря, исключительно сильно уменьшился. Сделайте ваше предположение. Если в течение 10-15 лет после катастрофа наблюдать за этой популяцией, как будет меняться ее численность? Увеличиваться. А увеличиваться согласно какому... Ну, как будет выглядеть график увеличения? Медленно пойдет ист. То есть как-то вот так. У меня здесь примерно будет кривая. Какая кривая? Давайте подумаем вот о чем. В этих условиях снижена конкуренция после катастрофа. Особенно если не очень пострадали главные жизненные ресурсы, необходимые для жизни представители данного вида. Либо если они забудут и скорее восстановиться. Ну, то что с того же самого лесного пожара, допустим? С какой скоростью трава восстановится? С... Да, на следующий год в травяном покрове будут, конечно, следы. Некоторые виды восстанавливаются очень медленно. Но что быстрее восстановится? Трава или деревья? Трава. Да, конечно, намного. Причем не надо восстановиться, самые простые раздельные. Нет, там нет. Там год отношения значительно более сложные. И мхи, конечно, не первый год восстанавливаются. На пожарящих мукам делать нечего. Совершенный сожжет солнце. Большинство муков не выдерживают прямые солнечные лучи. Как только сгорели деревья верхнего яруса, которые обеспечивают затенение этого участка, мхи, даже те, которые не погибли в пожаре, все равно погибнут, солнце сожжено. Смотрите, что произойдет. Допустим, в этих условиях, кроме первого года, ну, первый год ничего не меняется, никто особо не гибнет, никто особо не размножается, ресурс маловато. Через 2-3 года ресурсы восстановились. Старе размножаются. Чистость возросла. А еще через 2-3 года вот этот молодежник сам достиг, вот тут размножившиеся дети, сам достиг зрелости. Да, достиг? Они, конечно, наш отец был. Как это скажется на честность? То есть вот так же кривая пойдет вверх. Или нет? Быстрее. А, смотри, что у вас будет. У вас будет не прямая линия, а у вас будет вот так. Мы с вами говорили, что когда есть возможности, каким графиком описываются размножения, численности. А если они родственники обожили? Что? Если они родственники обожили? Будут неприятности, будет достаточно высокая смертность среди боговства. Бог, как вы думаете, если в городе умирает каждый второй новорожденный, это высокая смертность? Детская смертность высокая? Да, очень. Это чудовищно высокая смертность. А если, я уже не говорю про машин, берем более крупных животных, таких-нибудь, там, я не знаю, волк, да, не умирает, ну, я не знаю, там, четыре из пяти щенков. Так. Что произойдет в течение десятка лет с численностью волка на данной территории? Увеличится в жизни. Многократно увеличится, и они просто полностью подорвут свою пищевую базу. Это для нас, для людей, детская смертность, что-то такое чудовищное. По какой причине? Да нарушаем мы все биологические законы. Причем недавно начали нарушать все, порой, как надо. Сколько вообще детей, на какое количество детей рассчитан биологический вид хом-сэкэн-сэкэнс? Вот мы с вами. Сколько детей должно быть у человека? Шесть, семь, пяти, два, восемь, десять. Восемь, десять. Примерно столько всегда и рожали. Скажи, пожалуйста, у Кушкина капитанскую дочку читали или не читали? Нет. А, пока не читали. Сколько было братьев и сестер у главного мира? Семеро. Нормальная дворянская семья. Шестер умер, и он остался. Именно такая ситуация существовала большую часть, подавляющую часть человеческой истории. За последние пары веков степень социальной защищенности, развития медицины, многократно снизил детскую смертность. И поэтому многие народы считают нормальным рождением малого количества детей. Статифиция, ребят, вот среди ваших московских семей в большинстве случаев сколько детей в семье? Ну, один, один, два. Один, два. Сейчас и думаем, а что будет с народом, у которого считается нормальным, если в семье один-два ребенка? Просчитайте на 10 поколений вперед. Всего? 10 поколений это очень много. А вы понимаете, что умирающий народ? Нельзя так размножаться. Это нормальный пункт склопывания. Даже два ребенка в семье это мало. Дело в том, что есть такая вещь, которая называется бесплодие. поэтому во всех в семье вообще будут дети. Нет? Нет, не во всех. А два ребенка в семье это простое воспроизводство. По идее, должно не увеличиваться и не уменьшаться население. Но реалитарно оно будет уменьшаться. Конечно. Два-три ребенка это минимум. Это небольшая семья, это минимальная семья того народа, который не собирается вымирать. Два-три ребенка. Вообще того народу, который собирается я не знаю, как-то утверждаться в этом мире, конечно, больше. Три-четыре-пять. Тогда численность населения будет расти. Другое дело. Не включительно ли перенаселение не изменили его? Во все времена человеческая история как решилась проблема. Возникало региональное перенаселение, совершенно верно. Войны, переселение народа. Процессы, которые собственно двигали историю человечества. Обратите внимание. Пожалуйста, не поймите меня таким образом, что я сторонник воин, перенаселения, голда и подобных бедствий. Один и нет. Ситуация, когда количество рождаемых детей такова, абсолютно, совершенно однозначно ведет к исчезновению данного народа. Можно к этому относиться равнодушно, можно говорить о горе-горе и так далее. Можно обвинять в этом какие-то другие народы, которые вообще виноваты во всем на свете. Но это чистая математика, здесь ничего не делаешь. В каждом поколении рождается меньше, чем живет сейчас. В десяток поколений все приехали. Никого не осталось. Поэтому, даже если они близко родственные болотки, конечно, из-за высокой взводности детская смертность будет очень высока. Очень много нехороших вариантов. только давайте обратим внимание, будет ли их очень много. Берем олельный список. А дальше там мало один, два, пять, шесть, семь, восемь, ну да, восемь, десятка олельных. Из-за чего близко родственное скрещивание Бога? Да вот из-за этого остается. Это понятно? все остальное совершенно нормально. Никаких недорядностей не будет. А теперь давайте смотреть. Здесь у нас высоко частотные отдели, они часто встречаются. Ну, допустим, я не знаю, пятьдесят, тридцать, пять, семь, ну и так далее. А здесь у нас как часто встречающиеся десятки? Ну, десятые сотые доли процентов. Хорошо. У нас из десяти тысяч остаются всего десятые сотни. Скажите, пожалуйста, скорее всего, это носители каких аллергий? А давайте с точки зрения частоты встречающихся оцениваем. Плоть встречающих. Ну, чем чаще встречается вариант, тем с большей вероятностью его носитель попадает в число выживших. Понимаете? Чистая альтонтика, ничего другого. А в результате среди этих пятидесяти выживших высокая вероятность встретить хотя бы одному предстоит вот из этой группы. Очень мало. Очень мало. Очень мало. Что произошло? Катастрофа, погубившая подавляющая часть этой популяции, одновременно гурностью очистил ее от вот этого хвоста 37-го. Оставшаяся группа не имеет таких аллергий. Близ родственная скрища, мне теперь для них представляет вопрос. Нет. Нет. Тем размножения высокие. Отлично. Популяция исключительно быстро наращивает свою численно. А вот этот момент что произойдет? От численно спопуляция через некоторое время. Что такое? Но она дальше будет расти. Нет. Нет. Прокуляция увеличится. Опа. А дальше будет вот что? Опа. А почему раньше там видите там когда только стала вокруг средней линии там вначале почему-то так высоко скачет? А вот так скажем? Да. Дело в том что существует инерция процесса понимаете вопрос? Да. Ну и данный процесс наращивания численности будет иметь свою инерцию. У этого самые разные основания для животных это поведенческие основания. Ну привыкли вести себя таким образом. Очень грубо говоря. Очень грубо. А вот это падение с чем связано? Вы высокое количество учетов. Ну перевоплотнились мы слишком высокой конкуренции не хватило ресурсов. Часть твоего. А дальше стабилизация вокруг такого животного. Но скажите пожалуйста с генетической точки зрения вот эта популяция и это одно и доживление. Правда? Правда? А вы не считаете Володь что у носителя пятой популяции только тут лучше генетика. Не лучше а разнообразие то же самое или не то же самое. Вы понимаете что половину аллельных вариантов которые здесь были здесь вы не встретите. Даже больше половины. Хорошо. Амутационный процесс продолжается? Да. Продолжается. Значит новая аллельная варианта здесь возникла и получается что состояние популяции А от состояния популяции Б отличаться будет весьма оснародным. А дальше новая катастрофа а дальше новое восстановление численности и так новая катастрофа. Поэтому как это ни странно как это ни чудовищно звучит. Катастрофа это события которые несут жизни на земле горе бедствия проблемы или катастрофа настолько же необходима для нормального функционирования жизни как явление на плодитель насколько и все остальные обстоятельства жизни свет вода ветер земля да А как получается что вы вы сказали там накопилось олень но почему как раз происходит сразу же катастрофа просто вопрос у меня такой а как положено у самих катастроф какие-нибудь закономерности есть или они происходят абсолютно бессистемно вот вот давайте с вами разберем такую интересную сосновых лесах вы как-то сосновый бар красивые леса да да так разберемся так соснег такой хорошая матерый соснег земля чем покрытым губ хвоя это понятно отлично а сосновая хвоя быстро гниющий материал или медленно гниющий бесслючитно медленно гниющий материал так вот выведет сосновый лес сосновый лес суверенный лесочек начинается прям на земле нет это понятно вот здесь гром хорошо вот он такой старый могучий строевой соснег и посмотрим где смотрим иголки 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 это и разъезд и смотрим как выглядит система а ниже песок только вот этот самый нижний сектор губ подгнивший гниющий это бубц который опарим несколько лет назад то есть ни за год ни за год ни за три сосновая хвоя нижнего нижнего вот эта верхняя часть это те иголки которые еще нигде теперь давайте подумаем что произойдет при дождем идет дождь дождь идет капли воды сюда падают а дальше что стекает между губами стекает между губами через 20 минут после дождя вот здесь вода есть откуда губами попробуйте намочить сосновую губу у вас что-нибудь получится нет она покрыта восковатым наглотом на поверхность самих игол вода сдержаться не может вот здесь гниющий материал немножко вода сдержать может он работает вот здесь а теперь смотрим а семена растений которые сюда могут попасть а не к тебе вот те же самые сосновые семена сосна каждый год там зеленые шишки разбрасывают семена упала сосновая семечка оно что здесь принесло ветром семя какого-нибудь другого растения оно здесь вот здесь скажи пожалуйста они прорасти могут а там сухо прорасти в сосновом лесу нельзя порасти можно в единственном случае если взял кто-то здесь разрыл яму разрыл вот так чтобы добраться до вот этого корня почему обязательно песка можно не песок не песок собственно просто предпочитает расти на песчаном земля скажем слово земля я просто хотела спросить почему именно до земли или до песка они например не ючек иголок или ну вот до этого уровня воды нет но семена хватают сверху они как сюда попасть могут на тот уровень где влаги ржутся они могут через несколько лет тонко а что за это время семена они потеряют русло понятно какие проблемы сосны а эти кору сосны взрослые макеры сосны представляете она гладкая или нет нет она гладкая тонкая или снаружи видно что она толстая толстая растрескавшаяся пробковый слой исключительно мощный в чем дело сосна это дерево рассчитанное на лесной пожар если сосновые леса не горят если бронем не прокатываются лесные пожары то сосня в течение века исчезает он сам себя убит причин простейшая пока в лесу все хорошо пока здесь ничего не разрушено новые сосны вырасти не могут не прорастают сколько в среднем живет сосна сосна не могут наши европейские сосна не очень долго живущее дерево сто лет до него это уже было 150 это предел что будет с этим сосновым лесом через 150 лет выпало выпало на его месте кстати вырастет сосновый лес или какой-нибудь другой другой конечно семена сосны кончились сосны все состались и умерли а кубки семена росли а у многих растений семена как переносы животными ветром на большое расстояние и так далее и так далее у сосны ветр распределение ветроперенос но на большое расстояние или на не очень большое на не очень большое если у вас весь большой сосновый лес составил с его мя то взять сосновые семена просто категорически необходно опять посмотрим и так далее со временем почему сосны стоят вот эти ветры и что никогда не было они погонятся они погонятся но не были согласна поэтому со временем куда эти ветки деваются вот они куда деваются лавицы лежат вот здесь лежать долго накапливаться это называется болезнь грязный лес а теперь какое явление природы называется гроза что такое гроза если в этом районе проходит гроза тогда что она не не вода все равно уходит лед уходит остается отлично ударила молния в одной из деревьев дерево взорвалось кстати что бывает с деревом если в него ударила молния падает а почему падает горит интереснее разряд проходит по спалу дерева вниз на самом деле по тем сосудистым путям которые заполнены водой миральными солями потому что вода с миральными солями это отлично не проводил хорошо просто электрический топ а теперь подумайте вот у вас есть электрическая лампочка не такая лампочка накаливая она поработала немножко что будет если вы ее возьмете рукой обожрать страшно потому что выстреляется очень много тепла при прохождении топ через проводник молния попала в дерево очень мощный заряд проходит по проводнику которым является ствол что с водой а вода вскипает и что с деревом паровой взрыв как паровой котел дерево разрывает изнутри гигантским количеством образовавшегося пара температура такая что происходит обугливание выжигания трюсина поухолстого и горящий облом держите разрыв держат горящий облом одно дерево погибло это так но что началось в минуту пожар лесной пожар есть на этой территории есть еще какие-нибудь деревья вроде сосен что будет с этими деревьями в ходе пожара все погибло все погибло горит а сами сосны ребята основание ствола сосен имеет кого которая не горит она обугливается но не горит горит и на ней при этом ткани живые ткани которые находятся под защитой ткары не перегреваются редко остаются живыми прошел пожар если высота пожара высота дня не достигает вот этих нижних и три сосны вот сюда они поднимаются такой пожар будет несоваться низовый пожар стволы сосны низовый пожар выдерживает каракул все остальные растения выделяются а все это хозяйство в ходе пожара что превратилось в золую пепелу на следующий год новые семена сосны падают из шиши они прорастут они конечно прорастут земля удобрена вот этой золой исчезла вот эта подушка которая не давала семенам попадать в зону влажности значит пошел рост нового сосняка в это же время могут прорастать некоторые семена некоторых залетных растений ветер и зверя занесли на эту же территорию семена каких других растений подушки вот этой нет они прорастать могут ситуация когда изменится а ситуация изменится когда молодой лесу подрос и куда делись его нижние ветки упали что у вас количество валежников которые на земле увеличилось плюс то это старые вот эти лесные гиганты со временем тоже упали как только возрастает количество валежников на земле вероятность какого события возрастает сразу лесного пожара прошел по этой территории лесной пожар какие деревья погибли а какие остались сосны выжили и остальные погибли и сосняк будет существовать следующий круг в своей жизни и так нужно тысячелетия а вот если пожары прекратятся сосняк еще один скажи пожалуйста вот такая татастрофа как лесной пожар носит случайный характер или закономерно связана с жизнью этого сообщества закономерно а от чего зависит вероятность возникновения лесного пожара от количества того удалит новое или нет нет это вероятность никак не связана с самим лесом а вот от количества голевома от количества опавших веток от количества сушняка лежащего на земле конечно на земле на земле на земле а в результате получается что то что большинство людей считает несомненным бедствием на самом деле является одним условием одним из условий нормального поддержания длительного существования такого типа сообщества вообще в естественных условиях в тех местах где пожара удается остановить сосна заменяется сосна заменяется в первую очередь вырастает гельникины остатки сосна но это в условиях России в других условиях как другого теплеса но сосна кисок все неустойчиво если огонь достиг верхнюю часть сосна тогда совсем тогда начнется не низовой пожар а верховой пожар верховка и верховки основным горючим материалом является все-таки если вы посмотрите сколько на земле по весу ну берем там гектар и взвешиваете сколько на этом гектаре лежит опавшего сучья а сколько лежит хвоя и мелких сучья как положено чего больше хвоя конечно то есть основной горючим материал при низовом пожаре окном горит в основном лесная подстилка при верховке основной горючим материал в ветке масса какая по отношению подстилки намного больше а главное что они висят в воздухе послорода где больше здесь загорение или здесь наверху поэтому эффекты верховых пожаров могут носить совершенно кошмарный характер вот если пламя обмудрилось выпукнуть вот сюда вот через деревья второго евро сюда и загорелось по всей высоте загорелось то начинается явление жутковатое которое называется огненный смерч или огненный ураг скажите пожалуйста какой воздух легче горячее или холодный горячее отлично вот у вас супер тостер вот такой высокий огненный языки возникли определенной точкой вот здесь что у нас будет с нагреванием воздуха в этом районе да значит струи раскаленного воздуха над вот этим высоким факелом пошли вверх но если воздух ушел вот отсюда он ушел вверх он что здесь давление воздух отсюда ушел давление здесь возросло и упало давление упало а туда воздух сюда стремился а вокруг давление не упало а здесь давление упало как пойдет воздух и загружающий зон обратите внимание это свежий воздух и всяк углекислого газа вот направление пожар сам всасывает потоки воздуха перегревает и выбрасывает вверх сила выбрасывания такова что с собой он обламывает и прихватывает горячее горячее ветер отлично выкидывает их на высоту несколько километров но поднимаясь сверху воздух остывает остывает что дальше остыдно падает а с ним месяц что падает а тот материал который с собой захвачен в результате вот у вас зона пожара через некоторое время день загорелось день загорелось а если у вас есть какой-то верхний ветер в какой-то сторону то тогда снос всего горючего материала пойдет в одну сторону по этому и вот в этом случае скорость распространения фронта пожара может оказаться гигантской по сути дела она будет равна скорости вот этого ветра потому что пожар сам себе засевает ведется автоматическое забрасывание горючего материала дальше вот это уже детство известно верховое пожар при котором вот эти струи восходящего воздуха пробиваются в тартосферу то есть уходили вверх больше чем на 5-7 километров это уже настоящее детство по счастью верховое пожар явление все-таки относительно редко ясно что верховой пожар это никакое ни влага ни для какого леса после верхового пожара здесь хоть что-нибудь останется голая земля прокаленная она много на большую глубину ни за что такие пожары и тушат тушить такие пожары технически абсолютно невозможно как вы его собираетесь тушить чем ну если взять сюда направить тюрьму амазон вот так туда подним сверху вы конечно потушите тут скажите к этому району на какое расстояние можно приблизиться допустим с тяжелой пожарной техники вы подогнали тяжелые пожарные машины каждая из них несет по 10-15 тонн воды пускай 20 тонн воды ну что при его температуре спали ее так что борьба с верховыми пожарами это занятие исключительно тяжелое здесь проводят рвы метров на 100-200 внутри которых впаяны динамитные шашки но сейчас наверное не динамит а другой взрывчатик это просто рулон как я не знаю как рулон шланг да ты пожарный ты будешь самолеты рассказывать ханчер здесь одну связку другую третью достаточно быстро на нескольких километрах можно набросать такую линию а потом подается сигнал на одновременный подрыв заряда в результате что вы получаете буквально за несколько минут в лесу кольцо из пустого места да не кольцо вы получаете просеку форму этой просеки из-за того кем она создана взрывом она создана вывалили на этом месте форма зависит от того как вы выложили ваш взрывчатик какой член этот взрывчатик положили вот так но там еще всякие другие методы используют но это тоже тяжелейшее место хорошо но мы немножко с вами поговорили о влиянии аэтостров что даже такая вещь может считаться биологически необходима для жизни как явление планеты кое-как